Здесь творилась история. 3 марта 1992 года мастера художественного объединения Каял именно в этом кабинете шили первый государственный флаг независимого Кыргызстана. Флаг изготовили по данному эскизу, при этом использовали традиционный метод тканевой росписи. Флаг шили буквально за ночь. Время на исполнение такого ответственного заказа было катастрофически мало, рассказывает Ольга Величко. Пришлось работать всю ночь, так как к 9 утра он должен был быть поднят на флагштоке и рееть над зданием тогдашнего дома правительства, вспоминают мастера. В то время еще и таких технологий не было. И самое быстрое это было сделать методом батика. Это когда первый флаг был сделан из натурального шелка, крепдешин, подкладывается как подложка вот такой эскиз, сверху наводится клеевой резерв, должен был выдержаться режим, чтобы высох этот клей. Вот это самое основное, не столько сколько его наводили, сколько вот эти температурные, чтобы высохло все, потом заливается все, краской заливалось, желтой, красной, чтобы нигде не пробило, нигде не затеков не было, запаривалось и потом это обшивалось. Но все успели. Производство флага не изменилось. Флаг выпускается также вручную, без компьютерных технологий, все по стандарту. Эталон государственного флага хранится в государственной резиденции президента Кыргызской республики. И естественно, что любой флаг должен соответствовать стандарту и должен соответствовать эталону, первому эталону. Гость символика, как не раз отмечалась, могла бы быть голубого цвета, но при итоговом голосовании большинство депутатов легендарного парламента отдали предпочтение красному. По рассказам авторов, красный цвет флага упоминается в сказаниях Манаса, под которым великий Баатыр вел своих воинов в походы. Каким будет полотнище, выбирали из нескольких цветов. Были зеленые и синие, но в итоге осталось два варианта – небесно-голубой и красный. При утверждении госсимволики между депутатами возник спор, каким должен быть цвет знамени. Некоторые депутаты считали, что от голубого цвета следует отказаться. Из-за того, что на юге страны голубой цвет тогда считался символом траура. Другие выступали за то, что красный цвет стяга слишком уж напоминает флаг СССР, но при итоговом голосовании красный все-таки победил. Государственный флаг неоднократно вызывал нарекания со стороны депутатов парламента. Тем не менее, символ страны остался неизменным. Сегодня флаг гордый развивается на главной площади столицы. Ширина полотна 10 метров, а длина 15. Высота самого флагштока составляет 45 метров, а под ним в обязательном порядке стоят солдаты почетного караула. В связи с реконструкцией прилегающей территории Национального исторического музея почетный караул был снят в мае 2016 года, а 3 марта, в день флага в 2018 году, он снова вернулся к посту номер один. А вот за состоянием этого важного символа кыргызской государственности следят сотрудники Тазалыка. Каждый год мы объявляем тендер на изготовление пяти таких флагов. Примерная цена одного стяга составляет около 55 тысяч сомов. При плохой погоде или сильном ветре флаг может порваться, поэтому шьем запасные полотна. Материал флага сам по себе прочный и влагостойкий. В случае, если полотнище пачкается, его отдают на стирку. Сегодня на главной площади страны отметили очередной день рождения этого символа государства. Кыргызскому флагу исполнилось 28 лет. Дорогие горожане, искренне поздравляю вас с днем государственного флага Кыргызской республики. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов. Кыргызстану мира, единства и развития. Пусть под мирным небом Кыргызстана всегда высоко рейт государственный флаг, символизируя ее независимость и свободу. Государственный флаг – один из атрибутов суверенности государства. Считается, что этот символ отражает патриотические чувства к родине, олицетворяет свободу народа и передается из поколения в поколение.